На Авито можно найти огромное количество мистери-боксов. Какие-то мистери-боксы будут от обычных людей, которые собирают свои вещи и выставляют эти мистери-боксы в продажу. А также можно найти огромное количество мистери-боксов, например, с того же самого Wildberries, с Дека или прочих потерянных посылок. Топ-10 неожиданных коллабораций на Ютубе, о которых никто не ждал, никто не думал, но вот они случились. Это я. Здорово. И с нами сегодня Лена и Гермис. По-моему, я охрюкнула только что. Возможно, но это не точно. Я какой-то звук издала, типа... Теперь ты точно его издала. Я буду использовать это в качестве перебивки каждый раз, когда мы будем говорить какую-то ерунду. Я в полном шоке. А цены? Это же цены, да? Это цены. Короче, я рассказываю. Сегодня у нас с вами в рубрике мистери-боксы. Мистери-боксы с Авито. И не обращайте внимания на брендинг Wildberries, потому что я все еще не знаю, почему он находится на этой коробке. Я купила четыре разных мистери-бокса, чтобы мы вместе с Леной могли выбрать, кто будет какой распаковывать. Выбирать мы будем, конечно же, на кулаках. Давай свой. Раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Я буду на своем канале распаковывать одну коробку за 10 тысяч и одну коробку за 5 тысяч. На канале же Лены мы будем распаковывать коробку за 8 тысяч и тоже за 5. Что может быть в этих коробках на такие бабки? Я просто вообще не представляю. Ну, там явно не что-то супер дешевое, мне кажется. Мы не уверены ни в чем. Мы даже не знаем, какой там состав. Возможно, это будет набор для огородников. Возможно, это будет... Ой, я хочу себя. Было бы славно, да? Набор для начинающих маленьких свинок. Это было бы мило. Это для меня, да? Собственно, моя коробка будет вот эта, а эта коробка пойдет на канал Клене. Поэтому мы ее сейчас выбираем. Написано сверху гараж, балкон, ванна и хрупкая. Ну что ж, вот и узнаем. То есть кто-то сегодня будет делать ремонт дома. Тяжеленько, я не знаю сколько, килограмм 10, наверное. То есть коробки за 5 тысяч по ощущениям на 10 кило. Ну, типа того. А ты попробуете привязать коробку за 10 тысяч? Попробуй, кто это сделал. Попробуй ее поднять. Если ты что, грузчиком что-то нанималась? Нет, просто это невозможно. Понимаешь, да, уровень концента, который нам предстоит? Распаковываем. Очень интересно. Так. А, ну я вижу. Что? Да нет, сейчас все сразу скажут постанова. Сейчас все сразу скажут, что я сама это собрала. А ты шаришь, что это, да? Конечно. Сейчас все сразу скажут, что я это сама собрала, но я это не сама собирала. Если бы тут был бакуга, можно было бы такими обвинениями кидаться. Все, я люблю тебя, Мистери Бокс. Ты мой любимый Мистери Бокс уже автоматом. То есть тебя так подфартило, сразу с какой-то твоей любимой аниме штуки начался Мистери Бокс? Это не моя любимая аниме штука. Это, в принципе, даже не тот персонаж, которого я прям сильно люблю. Но смысл в том, что, во-первых, вот эта штука, она буквально официальная. То есть, видимо, это кто-то выбрал ее в Японии, потому что у них такие в гачи автоматах стоят. Чего? Да, и вот именно вот эту я прям видела в гачи автомате. Это просто еще прикол, потому что Мистери Бокс, который я выбрала, в нем оказалась аниме-фигурка. Это очень круто. Кстати, такие аниме-фигурки могут стоить типа тысячи три-четыре. То есть Мистери Бокс стоит пять. То есть можно ее загнать и еще и заработать. Да, я в полном восторге. Нет, я в шоке, я в ужасе. Круто. Я так за сто рублей купила брендовую шмотку на брохолке и продала ее за полторы тысячи. Удобно. Подписывайтесь на наш винтажный магазин. Потом мы с вами ее еще и распакуем отдельно. А возможно, я реально ее в винтажном магазине выставлю, потому что, ну, такие вещи просто нельзя ими разбрасываться. Доставай следующую вещь ты. Так, ну, мне нравится камера. То есть тут какая-то камера. All smart camera. Че-то. Автотрекинг. Че-то я не понимаю. Нет, если это реально камера, у меня, конечно, будет полный шок. Кстати, она сезона, если что. Так, что там, что там? Куча проводов. Что это, ты понимаешь? Это типа камера, которая стоят, которые ставятся на домах, чтобы следить, кто приходит. Блин, у меня знакомый жил в доме, и там какая-то сумасшедшая бабка жила. А она, короче, эти камеры повесила штук, наверное, шесть. Вот так вот по всему своему балкону. Так что Лиса теперь тоже может стать сумасшедшей бабкой. Можно я ее маме подарю? Я тебе дарю эту камеру. Спасибо. Хоть что-то, вот уже две вещи, они уже полезные, у меня шок. Итак, дорогие друзья, уже месяц, как начался учебный год. И если вы меняли школу или работу, только поступили в университет или переехали в другой город, то расскажите в комментариях, как складываются ваши дела в абсолютно новом коллективе. Очень интересно будет почитать, насколько сейчас тяжело или наоборот легко обзавестись друзьями. Потому что согласитесь, что найти человека со схожими интересами, целями знакомства и одним местоположением, это вообще нелегко. Однако, приложение для знакомств все еще существует. И уже далеко не только для свиданий. Совсем недавно я узнала, что одна моя знакомая, которая уже очень много лет мечтает заниматься йогой, наконец-то решилась пойти на занятия. А все потому, что у нее совершенно случайно случился меч с другой дамочкой, которая так же, как и она, искала себе подругу для йоги. Все довольны, счастливы, дружба. Меч, кстати говоря, произошел у них в приложении ВК-знакомства. Я, кстати говоря, тоже скачала приложение ВК-знакомства, чтобы посмотреть и вам показать. И была приятно удивлена, когда узнала, насколько много здесь приятных и симпатичных анкет. Но самое главное, что умные алгоритмы подбирают вам только те анкеты, с которыми у вас максимально сходятся интересы. Ну, там еще цели знакомства и взгляды на жизнь. А еще мне очень понравился раздел подборки. Здесь куча подборок разных анкет по разным увлечениям. Например, для тех, кто предпочитает спорт или активный отдых или увлекается модой. Ищет именно серьезных отношений, ну, и так далее. А еще есть подборка тех, кто прямо сейчас находится рядом с вами. То есть вы можете списаться и встретиться в этот же день. Супер! Так что, если вы хотите новое знакомство, то я точно рекомендую вам этот сервис. В описании под роликом я оставляю вам ссылку. Перейдя по ней и скачав ВК-знакомства, вы получите в подарок 7 дней премиум-функций. С ними вам будут доступны все расширенные возможности сервиса. А значит, найти свой идеальный мэш будет еще проще. Так, а мы тем временем достаем вещь дальше. И это какие-то рандомные красотки 39-го размера. Они абсолютно новые. Здесь нет даже никакого намека, что это хоть с кем-то началось. То есть в этом мистер-боксе, походу, реально какие-то товары, которые вернулись с Азона. Мне кажется, что выглядят они как будто с рынка. Скорее всего, они дешевые и китайские. Даже для меня пахнут перебором. Я не знаю, это как елочку, машину можно вешать, чтобы они... Ботинок? Да, чтобы они воняли. Короче, на самом деле, концепт этого мистер-бокса, учитывая, что здесь все в брендинге Азона, ребята, я уже небольшой спойлер сделала, в том, что, походу, это потерянные посылки с Азона. Я в этом не уверена, это просто мое предположение. Но, например, на англоязычном ютубе можно найти целую кучу видео, типа потерянные посылки из Сифоры. Да, я видела такое. Посылки из Азона, ой, из этого, из Амазона. То есть целая куча таких посылок. И есть даже специальные места, куда ты можешь поехать на специальный склад и, да, набирать себе вещи, которые кому-то не подошли или кто-то их вернул. Так, я хочу теперь посылку из Сифоры. У меня идея. Что ж, продолжаем дальше доставать следующую вещицу. Это, походу, чехол, бля, какой-то... Это техники типа айпада. Кстати, очень милый цвет. Очень красивый. По качеству вообще... Качественно. Тут даже этот... Для стилуса есть. Стилус, да. О, он еще на таком вообще приятном материале сделан. Да, кстати, вообще кайф. Я так понимаю, как отставка. То есть, жаль, у меня нет айпада, я не могу проверить. Что ж, и следующая вещь, которую я буду доставать, это вот эта вот очень странная... Фуууу, понюхай вонючку. Она Никитаем пахнет пуплятиной. Зеленый борщ на нее пролили, просто этот цвет поноса. Отлично. Блин, на самом деле, эта штука, по-моему, пародия на бренд, который называется Бейп. Это они придумали делать вот такие вот акульи штуки, И очень многие делали на них паль И это вот прям идеальный представитель пали от бейпа Я, честно говоря, в шоке, но у меня есть подруга, которая максимально обожает бейп Вы тоже ее знаете, она часто фигурирует на моем канале У меня теперь просто мечта подарить ей это и чисто снять ее реакцию Как вам такая идея? Офигенно Так, ну я сегодня решила угореть по всякой технике Вероятно, это очень нужная штука, очень полезная Которую я рву руками А мне нужна эта штука, я реально... Я перед поездкой хотела купить, потому что у меня закончилось место на компе Куда видосы свои старые, короче, складывать? Так, какая вам память? А, 2 терабайта Фига, реально? Сейчас тебя заберешь Да, реально А мне не нужно, ну а в шоке? Диск на 2 терабайта, вообще топчик, есть переходник Какие-то козырные реально боксы, слушай А это ведь только первые, а у нас их еще три Я была уверена, что мы это просто пойдем сегодня выбрасывать Но я вижу, что я уже вот две штуки как бы забираю Был бы у меня айпад, я бы еще эту хрень забрала бы Посмотрите, она забирает все из моего мистери-бокса Так, давайте посмотрим, что здесь есть еще Я вижу вот такой вот корок Офигеть, там внутри еще под ней куча все было Я думала, они специально положили А там просто дофига всего Да тут можно целый комп собрать, походу Давайте сначала покажу вам Были вот такие наушники Даже не знаю, что сказать, но они реально абсолютно новые И кому-то из моих подписчиков они достанутся Уже в моих мистери-боксах Потому что я придумала очень хитро-умный план Я, да, буду тоже свои мистери-боксы делать Точнее, я их уже делаю Отлично Теперь у нас еще и будут мистери-боксы вообще с абсолютно рандомным наполнением Ну смотрите, они же реально крутые Это ты так придумала, чтобы я не отжала опять что-то, да? Нет, это у нас все происходит На, распакуй вот эту большую штучку Так, твоя очередь Так я только что... А, да Какой-то аккумулятор для машины, походу А, нифига себе, это блок питания Тебе это тоже, наверное, надо, да? Он еще и синий по цвету волос Это типа с тачкой? Нет, это полноценный блок питания Предохранитель, что если у тебя коротнет, типа, компьютер, например У тебя он не сгорит, если дома будет перебой питания Поняла, что нормально дома с питанием Не, прикольная штука Очень круто Да Еще есть целая куча вариантов Тут есть USB и разного вида вот эта вот розетка Не в зависимости от того, с какой стороны у вас будет этот блог Вообще крутая штука Поехали дальше Я чувствую себя каким-то техно-блогером Который вообще ни в чем этом не разбирается Но вот я вижу, вот в этом мы сможем разобраться Потому что я не знаю, что это Какая-то рандомная штука Это выглядит вот так То ли это ультразвуковой свисток от медведя А может это просто свисток обыкновенный? Да, это реально свисток, я аж испугалась Распаковываем дальше Не, ну ладно, я хочу вот эту тряпочку Давай, тебе ее и примерять как раз О, черт Так, сначала понюхать, да Короче, она не пахнет, но... Там волосы? Там волосы Продемонстрирую их А какого они цвета? Как у тебя примерно Черт, это не мои волосы Он точно говорит, это не мои волосы Это не представленный мистер-бокс Ты сама подставила, насобирала эти коробки Нет Так, ну это тетина кофточка размера XL Ну, кстати, очень даже милая Милая Может быть, да Ну, конечно, не, ну серьезно Можно ее с чем-то даже, вероятно Стилизовать Стилизовать, да, да, да Вот мне кажется, можно что-нибудь такое-ля винтажное сделать Я достала сразу две вещи, поэтому две вещи и распакую Итак, первый лот у нас это... А, это еще одна камера Это уже камера, но она немножко по-другому Выглядит буквально вот так Типа обычная вебка И второе, что я вытащила из этого мистер-бокса Походу, был какой-то вот такой вот зеленый кошелечек Это чехол, смотри, еще какой коронный Что такое? Вот такой вот был здесь чехол Который не просто чехол, но также и кошелек Смотрите Это, кстати, очень удобно И он очень по-качеству, качественный У него есть даже вот такая вот штука, чтобы удобно на руке носить Классное изделие Ну, вероятно, я бы даже носила подобную штуку Только с более каким-то прикольным дизайном Все, поехали дальше Вот, я достала тебе какую-то странную вещь Надеюсь, там косметика, пожалуйста Что-то мне подсказывать не будет косметики в этом Что это? У меня такой же вопрос Это подставка для фигурки А, офигеть Но она какая-то очень бушная Да, она вся покосана Тут, короче, волос на ней Что у тебя беседесе с волосами? Просто посмотрите, насколько оно выглядит убитым Как будто там уже миллион фигурок на ней стояло Достаю рандомную коробку с пенопластом Честно говоря, я думала, что это не коробка с пенопластом Я была уверена, что это просто наполнитель для мистери бокса Опять какая-то странная штука Если у кого-то есть идеи и понимание, что это даже в теории может быть Но как будто бы это... Это щиток в подъезд Это щиток, который, типа, считает воду Электричество Да, чисто в подъезд Кому нужен щиток Типа я поражаюсь вообще этому боксу Типа щиток в подъезд, аниме-фигурка Какая-то женская тряпка И свисток, свисток главное На, теперь ты открывай вот такую подобную вещь Так, ну там что-то вообще пусто По ощущениям Это очень модная штука, ребят Это у тебя просто супер приз на барабане В самых понтовых московских ресторанах Вот такие штуки коктейли сейчас разливают А, я просто не бывала в самых понтовых ресторанах Ну это типа круто сейчас считается Тип стиль Типа... А, ну ладно, да Достаем еще одну коробку И смотрим Я чуть не обосралась Я подумала, это телефон сначала Но это еще одна Один чехол на Xiaomi Давай посмотрим Слушай, тут остались такие маленькие вещи А хочется прийти уже к более большой коробке Давай просто посмотрим, что там есть И покажем все это Нет, я думаю, вот этому надо уделить внимание А что это? Вот у меня такой же вопрос Я вообще не представляю, что это Это для массажа? Если кто-то... Медицинского Если кто-то знает, что это Напишите в комментариях Ну это реально для массажа вещь Какого-то медицинского То есть не для обычного Может быть Была коробка с болтами Рандомные коробочки Которые назначения мы не понимаем Просто огромный шуруп Одиночка Непонятная вещь Которая называется Fiendab Fiamatic Два USB Вот такого формата Для того, чтобы заряжать технику Кстати говоря, подходит Набор шнуров Красный и черный Рандомная невнятная штучка И целых два дополнительных свистка Что ты еще достала? Короче, я достала Это MP3 плеер Вместе с наушниками Вот этот старый Добрый Реально вот старый Ты помнишь? У тебя был такой? Нет Но я не зумер Чего? Он еще и с флешкой Он еще и с флешкой Да, кстати Я помню, у меня был первый квадратный Тоже от Apple Не помню, как они тогда назывались У меня прям вот Какая-то подобная фигня была Круто Стиль Ну как раз идет окей Итак, состав первого Мистери Бокса за 5 тысяч Выглядит вот так И вот так Как ты думаешь, сколько по деньгам Этот Мистери Бокс стоит? И окупил ли он себя? Ну, если вот эта штучка работает То я считаю, уже половину стоимости он окупил А я думаю, что она работает Потому что она выглядит вот прям нулевой Максимально новой Я забыла, что здесь еще было вот это Коробка номер два Ребят, я вам честно скажу Что эта коробка весит столько Что ее невозможно поднять При всем желании У меня ее поднять не получается Давайте распакуем И ооо Там же тоже твич, да? Ооо, там Дайсон Смотри, это же Дайсон Здесь просто гигантская коробка Внутри которой куча гигантских других коробок Охренеть Я что-то как-то вообще не ожидала Блин, смотри, а тут реально что-то имя Можно ему отправить Да? Там еще куча одежды Вы просто не понимаете На что мы сейчас смотрим Ребят, это трэш Вот это вот мы увидели Стоило нам только распаковать коробку Давай, достой птицу Что это? Это что-то очень тяжелое Как будто бы это мозаика Вероятно, какой-то пазл А, это настолка Фига Настолка про птичек А на русском? Нет, на английском Подожди, это скворечник Тут, видимо, целый город для птиц построить Да, тут реально строится скворечник Это, видимо, пищевая цепь Что какая птичка жрет Тут яйца Два или три Выберя своего бойца Вот здесь, наверное, самое интересное Это просто ничего Добавьте Ну, блин, конечно Слушай, это реально выглядит очень качественно Я, честно, пока не знаю правила этой игры Не знаю, кому бы это могло понадобиться Но это выглядит очень круто Ну, кстати, можно выучить название птичек У меня, например, с этим все плохо У меня, кстати, есть знакомая в Москве Она, типа, обожает птицы И делает татуировки с птицами Я думаю, ей бы, кстати, это зашло Если честно, сразу, когда открылась эта коробка Я посмотрела на это Потому что это, черт возьми, фен И, ребят, я очень надеюсь, что он работает Поэтому дальше мы с вами будем проверять его уже дома Еще меня безумно интересует Эта огромная коробка Прежде чем мы с вами посмотрим на то, что находится внизу Давайте распакуем Ладно Если честно, я не знаю, что это похоже на уголок для кухни Или, типа, ну, что-то в угол Она любила носки Это не носки А что, это трусы? Возможно, это сорочка мне вот первое слово, которое пришло в голову Вот именно сорочка Что-то с бабочками Это платье Рубашка с бабочками Кстати, милая Ну да, вероятно Она, честно, для каких-нибудь образов, типа серии в лесу Очень прикольная у нее сбоку еще, видишь, там вот кружево Да, кстати, кружево очень красивое, мне нравится Давайте посмотрим, что там Ну, очевидно, что это какая-то зипка Баскетбольная, по-моему, что-то зипка какой-то баскетбольной команды Смотри, там прям бирочки есть NBA Выглядит она, честно, очень добротно Она по качеству супер-мега качественная У нее есть капюшон А, это Найк И, походу, это оригинальный Прикинь, это Найк И оно выглядит так, как будто на самом деле может быть Найк Хотя, вон, нитки торчат очень стрёмно А, ну, кстати, да, посмотрите Я просто не знаю, грешит ли Найк подобным или нет Ну, как будто бы они могли бы такое сделать Но это не точно У меня не настолько много Найк У меня другая из одежды Тоже спортивных популярных брендов Там бывают такие косяки Ну, короче, реально, вот так вот честно, визуально Вообще непонятно Палятый оригинал, потому что выглядит слишком хорошо Так, давай Я даже не знаю, что это такое Это материнская плата, мадерборд А, ну, как я и сказала, еще в той коробке Что это просто компьютер можно собрать Это просто огромная материнская плата Я, честно, не знаю, хорошая она или плохая Но я дам ее кому-нибудь, кто в этом разбирается Может быть, человеку это и понадобится И заодно спрошу, сколько в теории это может стоить У какого-нибудь знакомого айтишника Что это? Связка свистков? Я не знаю, что это Для текстиля Но вообще из этого можно сделать какой-нибудь прикольный Так, сейчас давай на сексуле осторожно будем делать Вдруг там что-нибудь вылетит Там маленькая отвертка, видимо, для часов Или чего-то в таком роде Буквально обычная Смотри, там две отвертки с двух сторон Прикольно Это реально отвертка для часов Но, кстати, очень полезная вещь Да, я себе одну возьму Конечно, да, может, хоть 10 Куда мне 10? Не, вообще, я говорю, можно с ними что-то придумать Типа как-то их на ремень повесить Ну, короче, можно из них какой-то DIY прикольный сделать Для одежды, для чего-то еще, для ремня Ну, короче, дополните свой образ вот этим можно Так, поехали дальше Еще из больших коробок Ой-ой-ой, здесь было что-то очень тяжелое Там шурик Ладно, допустим Но начнем с этой бесконечно тяжелой хрени Я не знаю, что это Давайте попробуем ее достать Походу это набор инструментов, ребят Ну, такие вручатки А прикинь, там деньги, это все Я буду довольна Это будет мой вайп абсолютно На все 100% Ой, я не слышу Я не имею ни малейшего понятия, что это такое Но, очевидно, это что-то для стройки Все, переходим на Давида Или ты там хотел что-то вытащить А ты хотел дрель, давай Шуруповерт Почему-то он не имеет Вот здесь вот, я знаю, должен быть аккумулятор какой-то вроде как Или хотя бы провод Здесь просто шуруповерт без провода Я думала, я сейчас такая подключу и устроим тут полный сатисфекшн Ну, нет Ну, нет Так, поехали дальше Ты видишь, что вижу я? Чего? Это не может быть Так, у кого-то сегодня будет новый телефон? Нет, это был айпад Айпад Это не айпад, но это какой-то реально фланшет Это что, отпечатки пальцев там? Это, наверное, мои, мне кажется, я нас не делала только что Хотя вот камерка, смотри, выглядит достаточно покоцанной А просто технику нельзя возвращать и обменивать Типа, нет возврата обмена на технику, поэтому он... Ну, типа, никак не может быть бэушный Ну, возможно, он был, типа, знаешь, на витрине, когда где-то продавался в магазине И потом его решили продать Да, вероятно Потому что возврата обмен на технику невозможен Но я просто не знаю, как это прокомментировать Здесь был планшет Я обломалась Я думала, я уйду с новеньким айпадом сегодня А нет А тут какая-то... Офигеть Я без малыша, понимаешь, как он называется? Возможно, у кого-то такой есть, расскажите Может, там вообще один айпад Нет, тут чехол, кстати, для него Чехол, зарядки, куча всего Слушай, честно, когда я смотрела все эти видео на американском ютубе Я всегда думала, что, ну, это, типа, какая-то хрень и постанова Потому что они все время достают оттуда какие-то невероятные вещи И я думала, что это, ну, типа, брос Просто сейчас, когда ты сидишь, достаешь айпад Это вообще, типа, кажется каким-то неправильным чем-то Он включился Это андроид Я в шоке Господи, я просто не могу, я не выдерживаю Сколько может даже в теории стоить эта вещь? Ваше мнение Шок Мне никто не поверит, понимаешь? Никто не поверит, что это непостановочное видео Просто ноль людей, которые поверят, что это непостанова Ну, поехали дальше SSD, карта для компа на 120 гигабайт Всегда полезна в буту, будучи блогером Кстати, по-моему, она вот где-то хуже покупала Хочу распаковать Ладно, давайте распакуем вот это Я знаю, что это Это для... Она тяжелая пить, нет, нереальная просто вообще Она весит бесконечное множество килограмм Ладно, пусть она останется здесь Потом я вам покажу, что это такое Короче, когда у тебя два монитора Вот эту хрень можно прикрепить к стене И у тебя будут вот так два монитора В один объединены И при этом будут прикреплены к стене Или к какому-то понтовому столу Ну, может, видела, типа, стримеры иногда вот так вот с двух экранов стоят Вот это вот крепление для них, чтобы еще их и повесить Да, ладно, давайте уже эти джинсы Здесь как бы все очевидно Очень немаленького размера Кстати, прикольные кармашки сбоку Хорошенькие Сзади вот такая вот штука, что это явно откупится с Алиэкспресса или типа того Есть состав Made in China, бренда нет Просто рандомные джинсы Ну и ладно, поехали дальше Так, осталось не так много вещей Я достану вот эту штуку, которая была внутри Но, походу, это будет какой-то еще один чехол Кстати говоря, я сделала вот это движение, но оно здесь уже было распаковано Походу, это это, маска для сна Что-то как-то слишком понтово для маски для сна Ребят, распаковываю маску для сна эту Просто маска для сна обыкновенная Там внутри, это не простая маска для сна Там внутри что-то есть Что это, импульсы в мозг, чтобы стать... Я не знаю, но я ощущаю себя некомфортно Давай я ее просто уберу, пожалуйста Я не знаю, что это Вот это, кстати, маленькая, но тоже достаточно тяжелая коробочка И там явно какая-то техника Выглядит, как будто ее собаки драли Это были медведи А, у нас есть свисток Что, это колонка? Нет, это что-то... Блин Весы? Такое Промышленные какие-то весы? Ладно У меня нет слов Последняя вещь, которая была в коробке Вот такая вот коробка Это тоже что-то геймерское Gaming Power SD1200 Это вентилятор Это вентилятор для игровиков, для стримеров, твитчеров В общем, ну, это что-то для игровой тусовки Вот такая вот коробка номер два Ее общая сумма составила, как ты думаешь? Ну, тысяч... Двадцать Я заплатила за эту коробку И, честно говоря, это просто... Мне нечего сказать, кроме слов Лайк, подписка Кстати, на Лену тоже подписывайтесь Пока Слева я без макияжа А справа я сделала тот самый китайский макияж Доуин И если вы крайне заинтересованы, как его повторить То сегодня я поэтапно расскажу вам, как это сделать